Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня запишу для вас обзор новой модели UMI X2, та, которая 2.32. То есть полная турбированная версия с процессором MTK6589T с частотой 1.5 ГГц, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 встроенных. Поставляется она в стандартной упаковке, вот такая вот UMI X2. Здесь у нас есть пометка, что это UMI X2 турбированный, и вот здесь вот есть пометка, что 32 плюс 2 и 1.5 ГГц. В комплекте стандартно у нас идет пленка, зарядка и USB кабель. Сам смартфон у нас ничем не изменился от своих предыдущих версий, то есть от версии 1.16, от стандартной, самой первой версии, без даже турбированного процессора. Единственное, что тут полноценно сзади есть X2. Версия, которая была MTK6589T 1.16, то есть турбированная, но 1.16. Тут было написано, что единичная партия, то есть немного таких будет. Итак, давайте посмотрим наш смартфон. Все стандартно, спереди у нас стекло Gorilla Glass, датчики света, датчик приближения. Спереди также у нас есть три сенсорных кнопки, назад, домой, меню, динамик, камера отличная. Сзади у нас также есть камера на 13 Мп, есть у нас вспышка, есть автоматический фокус в камере, есть все вот эти вот логотипчики, глянцевая у нас крышка сзади. Сбоку у нас кнопка включения, качелька громкости, сверху разъем под наушники 3,5 мм, с этого торца у нас нет ничего. Ну и снизу стандартный микрофон, разъем под USB для подключения к компьютеру, для зарядки. Под крышкой у нас наш привычный аккумулятор на 2500 мАч. Ну и выглядит смартфон под крышкой вот так вот. Аккумулятор довольно-таки толстенький, увесистый. Вот мы видим 2,5. Стандартные у нас две сим-карты в нашем смартфоне, поэтому никакого дискомфорта мы не почувствуем в процессе эксплуатации. Итак, давайте посмотрим наш смартфон. Давайте постараюсь рассказать вам, чем он отличается от своих предыдущих моделей. Вот эта вот полная версия, стоит ли его покупать, по моему личному мнению. То есть я выскажу свою точку зрения. А вы уже там решайте. В принципе, продаваться будет и 1.16, и 2.32. Все технические характеристики данной модели совпадают с техническими характеристиками предыдущих. Уже повторяюсь, наверное, в третий раз. Основным отличием является это 2.32 и турбированный процессор. Давайте посмотрим нашу модель, наш смартфон через программу Antutu. Сколько он набирает баллов, какие характеристики, где он там, что их показывает. Ну вот стандартно 14300. Это стандартный показатель для Full HD смартфона с турбированным процессором. Я скажу так, что на производительность, на вот эти вот баллы Antutu никаким образом не влияет наши 2 гигабайта оперативной памяти. Значит так, UMI X2, процессор MTK6589. Буквка Т здесь не пишется, а пишется вот здесь. Что тут 1500 МГц. Наше Full HD разрешение. Плотность точек 480. У нас доступно 32 гигабайта встроенной памяти. Вот они здесь вот так вот показаны и вот здесь. Оперативная память, как вы видите, доступна 1969, из которых сейчас доступна именно для пользования 1361. У нас 12,6 Мп задняя камера и 2 Мп передняя камера. Стандартный Android 4.2. Давайте посмотрим наш смартфон, насколько у него есть хорошие датчики. Отсутствуют, присутствуют такие датчики, как гироскоп, которые свидетельствуют о дорогивизне модели, о ее, ну скажем так, уже небюджетности. В гироскоп присутствует, все работает. То есть, для геймеров это очень интересная фишка. Да и не только для геймеров. Разные программки, которые нужны, которых нужно вот это вот пространственное определение. То есть, это все рабочее, это все есть. GPS рабочее у нас в нашем смартфоне, чуть позже я этот тест сделаю, вам покажу. Компас, давайте посмотрим, работает ли у нас компас. Как вы видите, что не особо. Хотя вот так вот поднял. Ну, что-то непонятное. Я, если честно, не считаю, что компас это какая-то такая функция супер-мега важная, поэтому я на этом внимании никогда не зацикливаю. Есть хорошо работающий датчик приближения, который должен хорошо работать. Ну и есть стандартный датчик освещенности, который в китайцах работает, скажем так, ну не совсем корректно. Вот изменяется тут число 800, вот я убираю руку 900. То есть, ну скорее всего, датчик освещенности будет работать так же, как и во всех других китайцах, то есть паршиво. Я лично не пользуюсь никогда датчиками освещенности. Мульти-тач-тест. Сколько точек при косновении? Пять точек касаний, в принципе, тоже стандартная практика для таких экранов. По поводу прошивки. Смартфон построен на 4.2 Android. То есть, здесь нет много китайского софта. Вот есть три единицы. Они нам особо не мешают. Все основные характеристики, все основные настройки, все слова, все на русском языке, все понятно для нас, все настройки, все в порядке. Давайте посмотрим, основное достоинство данного смартфона, это, конечно же, дисплей. Давайте посмотрим в картинках, насколько он яркий, насколько углы преломления максимальны или не максимальны. Я просто знаю, что никаких разниц в данной модели с моделями там, где 1.16 нету, поэтому экраны везде великолепные. Стоит защищенное стекло Gorilla Glass, оно не царапается, вопреки тому, что есть заводская пленка, которая наклеена, есть комплектационная пленка, которую тоже можно наклеить. Я бы такой смартфон не марал бы этими пленками, я бы сразу снимал и с удовольствием бы пользовался. Картинки все очень яркие, углы преломления, я считаю, что максимальные, кому как покажется, смотрите сами. Так, идем дальше. Смартфон классно воспроизводит любые форматы фильмов, довольно-таки громкий смартфон. Давайте посмотрим, вот есть у меня пару таких трейлеров, которые воспроизводятся без проблем. Ну, как я уже говорил, громкий смартфон. У меня Full HD формат, 1080p, и отлично все воспроизводится. Идем дальше. Давайте посмотрим, как наш смартфон справляется с офисными документами. В частности, вот у меня есть PDF-файл. Давайте посмотрим, как он загружается, как он открывается. Есть у меня журнал. 62 страницы, вот он параллельно прогружается с пролистыванием. Ну, в принципе, если всматриваться, если читать, мне нужно будет, то вообще я не буду ощущать того, что он подгружает последовательно. А так, в принципе, все увеличивается, все можно просмотреть, информацию, то есть, без проблем. В принципе, смартфон, опять же, отлично работает с браузерами. Вот, в данном случае я люблю Оперу, мне удобно с ней работать. Обращаю ваше внимание на то, что вот датчик Wi-Fi у меня показывает сейчас всего лишь две палочки. Я сижу в комнате, а роутер у меня через раз, два, две стены. Две стены больших, довольно-таки толстых. Поэтому, имейте это в виду, я считаю, что Wi-Fi, в принципе, на хорошем уровне. То есть, ну, все загружается, все прогружается. Можно читать, можно увеличивать. Full HD дисплей нам обеспечит очень четкую, качественную картинку без точек, без пикселей. То есть, ничего мы такого увидеть не сможем. Посмотрим, как наш смартфон справляется в современных играх. Я скажу сразу, что мне, в принципе, понравилось, как реагирует смартфон на игры. С заводской прошивкой мы особо ничего не перепрошивали. По поводу двух гигабайт хочу высказать свое мнение. Я считаю, что на данный момент два гигабайта не востребованы в играх, они нигде не используются. Единственное, что если вы подряд запустите несколько игр тяжелых, которые занимают оперативную память, тогда будет какой-то результат. А так, для игр вполне хватает турбированного процессора, вполне хватает одного гига оперативной памяти. Поэтому, ну, мое личное мнение, хотите прислушивайтесь, хотите нет, я не считаю, что два гигабайта это что-то необходимое на данный момент. Решайте сами для себя. идем дальше, посмотрим, как у нас будет работать. я вот видели, я обновляю оперативную память. Кстати, вот, еще одно подтверждение, что здесь именно 2 гига. Modern Combat 4, давайте посмотрим. Тоже мне нравится, как он играет. По поводу Real Racing 3, я не могу сказать, что игра тупит, как по мне, идет все более чем отлично. Ну, хейтеры, как я люблю говорить, сейчас скажут, что игра по-сумасшедшему тупила. Ну, я, наверное, слепой просто, и я считаю, что игра не тупила. Итак, Modern Combat 4. видео. В принципе, игра идет хорошо, можно смело играть, то есть, классная графика, у нас классная картинка, но чуть-чуть, я бы сказал, что чуть-чуть динамичности, чуть-чуть не хватает, а так, в принципе, как для игры, то можно смело рубиться, проходить эту классную игру. В принципе, все, смартфон у нас имеет 13-мегапиксельную, точнее, 12,6 заднюю камеру, ну, и фронтальную, на 3 вроде бы. Вот у нас, как снимает эта камера, я, в принципе, сделаю фоток на улице, обязательно покажу вам, они будут под этим видео, посмотрите внимательно, а также сделаю видео для вас, вы все это сможете посмотреть, дабы, покупая этот смартфон, вы были уверены, что качество аппарата подойдет вам как нельзя, кстати. Ну, вот еще одна фотка. По автофокусу, у меня нет никаких претензий, качество картинки классное, мне нравится, то есть, четкость изображения, а там посмотрим. «Я ж, не знаю, в перебишу, просто так сладко. Oddlyut tudo потому, я жил, так и хорошоei, это не делая идея, тоже не ядеряю, это не знает, это время. Смартфон практически ничем не отличается от своих предыдущих облегченных моделей. Тут 2 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенных. Я считаю, что практическую пользу оказывают только вот эти 32 встроенных гига. То есть нам абсолютно с таким объемом встроенной памяти не нужны какие-либо дополнительные карточки памяти. Считаю, что 2 гигабайта абсолютно не нужны, абсолютно не используются и только завышают конечную стоимость данного аппарата. В целом аппарат классный. Исправлены все предыдущие баги, рабочий GPS. Но опять же, GPS не такой он крутой, как на том же 980 Zopo. Поэтому выбирать вам. Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.